Существует множество различных способов шнуровки обуви. В этом видео мы расскажем о пяти самых удобных методах шнуровки. Перекрестная шнуровка или традиционная шнуровка. Шнурок пропускается через нижние отверстия и выводится наружу с обоих концов. Концы пересекаются, а затем пропускаются изнутри наружу через отверстия. Действия повторяются до верхних отверстий. Шнуровка изнутри наружу. Шнурок находится в нижних отверстиях и перекрещиваясь пропускается в отверстие выше. Концы перекрещиваются внутри ботинка и выходят наружу через отверстия, перекрещиваясь снова снаружи. Узор шнуровки повторяется до верхних отверстий. Прямая шнуровка по-европейски. Шнурок пропускается через нижние дырки и выводится наружу с обоих концов. Один конец шнурка накрест выходит через верхнее отверстие шнуровки. Другой конец шнурка накрест выходит выше через одно отверстие шнуровки. Продолжайте шнуровать попеременно одним и другим концом шнурка. Прямая или прямоугольная шнуровка. Шнурок пропускается через нижние дырки и уводится внутрь ботинка с обоих концов. Один конец шнурка поднимается справа вверх, выходит из нижнего отверстия и продевается в левое отверстие. Оба конца поднимаются вверх и выводятся наружу каждый через одно отверстие, протягиваются на противоположную сторону и тянутся выше. Продолжайте шнуровку вдоль ботинка, пока один из шнурков не достигнет верхнего отверстия. Другой конец выходит через оставшееся отверстие наверху. Шнуровка спрятанного узла. Шнуруйте ботинок методом прямой шнуровки, но левый конец сделайте немного короче правого. Оставьте левый конец недошнурованным, а правый конец доведите до самого верха. Оба конца должны уходить внутри ботинка. Теперь завяжите оба конца слева внутри ботинка. Ослабьте шнуровку по необходимости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова